По официальным данным, возгорание в доме 41 на улице Грибоедова произошло в 15 часов 30 минут. Столб дыма можно было увидеть на центральных улицах города. Стоит только приблизиться к месту возгорания, как станет понятно, что горит именно крыша. Осколки шифера и пепла лежали на асфальте и тут и там. А спасатели как можно дальше уводили людей от места возгорания. Все новые и новые пожарные автомобили прибывали на место происшествия. Улица Грибоедова оцеплена с обоих сторон. Сюда не пускают ни машины, ни общественный транспорт. У дома собралась толпа зевак. Многие из них снимали происшествие на телефон. Для них горела лишь крыша дома. О жильцах они вряд ли задумывались. Очевидцы рассказали о происшествии и выдвинулись с своей версии произошедшего. Увидел то, что горела крыша сразу полностью вся. Единственный факт, что как-то могла крыша сгореться полностью вся. По всем предпосылкам это короткое замыкание на чердаке. Там уже другого варианта тут нет. А столб дыма большой был? Большой, конечно. Столб дыма был. Метров на 80 вверх поднимался, когда горел вот этот руберой. Ну дым с той стороны был. Выходил дым из люка. Поднимался наверх. Мы повернулись. Мы шли оттуда со стороны ярмарки. Смотрим, дым идет. Ну и женщине сказали, что вызвал пожарных. А разгоралось как? Быстро, медленно? Очень быстро. Ну буквально минут за семь уже полыхала вся крыша. Стоит подойти к дому ближе, как в голоса бросаются автомобили скорой помощи. Фельдшеры сообщили, что за медицинской помощью к ним обратилось 4 человека. Сейчас они продолжают помогать людям. Чуть дальше в самом дворе дома стоят его жители. В руках у них документы. Можно понять, что люди эвакуировались в спешке. Многих о пожаре предупредили подростки. Двое мальчишек. Они увидели с той стороны и бегали по квартирам. Мне соседка вот позвонила, чтобы я выбегал вместе с животным. На место происшествия прибыли и главы различных служб города. Они стояли непосредственно вблизи самого дома и обсуждали, как быть с людьми. Я говорю, пока открытый огонь, давайте расставать. Сейчас бегут, сейчас затушат. И мы здесь остаемся до победы. Если кому-то будет нужно жить, то есть... Расселять, подождите, расселять. Транспорт есть? Транспорт предоставят. Предоставят, транспорт готов. Детское питание готово. То есть где расселять? Расселение тоже готово. Материальную помощь, кому надо, спрашивают, если что-то сделают. И по повреждениям смертной расчеты все что-то. Специалисты заявляют, что места для размещения есть. Гостиницы готовы принять до 100 человек эвакуированных. Все материальные средства уже подготовлены. И необходимую помощь окажут. На место происшествия прибыл начальник управления энергетики ЕЖКХ. Он опроверг одну из теорий возгорания. Короткое замыкание. Наверху проводки не было. На чердаке. Поэтому надо понять причину возгорания. Сейчас главная задача – это не установить причины пожара, а ликвидировать его. Это уже дело пожарных. А дорога уже мокрая от количества вылитой воды. В тушении пожара участвуют 12 пожарных автомобилей. В том числе 3 автолестницы. И более 30 человек личного состава. Помимо пожарных подразделений, привлечены оперативные службы города Рязани. Такие как Горгас, электросеть. А также на месте организованное дежурство скорой медицинской помощи. В настоящий момент из дома эвакуировано более 5000 человек. Среди них пострадавших нет. После тушения пожара дом ожидает большой ремонт. Ущерб наверняка исчисляется сотнями тысяч. Стоит ли говорить, что пострадали больше всего квартиры на верхних этажах. Однако восстановление дома начнется с самого главного. Крыши. Сразу же, как только будет прекращено тушение пожара, мы проведем оценку стоимости восстановления крыши. И в самое ближайшее время приступим к ее восстановлению. В настоящее время пожар потушен. Жильцам разрешен вход в свои квартиры. У них три варианта. Они могут остаться там, если повреждения незначительны. Уехать к родственникам. Или третий вариант. Администрация предоставляет маневренный фонд – гостиницу «Реро», где все они будут обеспечены жильем и горячим питанием. На данный момент большая часть жильцов решила остаться в своих квартирах или уехать к родственникам. 23 июня с 9 часов утра будет проведено комиссионное обследование квартир с целью определения степени ущерба и принятия дальнейших решений. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».